Добрый день, уважаемые зрители нашего канала! Сегодня я хочу поговорить о деменции. Деменция – это сложное нейродегенеративное состояние, характеризующееся снижением когнитивных функций, таких как память, внимание, интеллект и двигательные навыки под управлением головного мозга. Как начинается деменция, как она проявляется, какие первые признаки деменции и как диагностируют деменцию. Еще в прошлом году я работал в одной из компаний, которая занималась продажами медицинского оборудования. И для того, чтобы повысить наш уровень знаний, мы ездили на лекции известных медицинских светил мировых. В основном это были азиатские страны. И они нас учили по тому, как использовать это оборудование и какие болезни можно изречить на этом оборудовании. Я сейчас не буду на этом останавливаться. Скажу лишь одно, что очень часто во всех этих обучениях присутствовали нервопатологи, ведущие Украины, и они приезжали к нам в салоны и делали диагностику. Осмотр невропатолога. Я присутствовал несколько раз, когда на кушетку ложили человека и молоточком обратной стороны, где ручка, проводили пациенту вот так вот по руке, по ладони, и у него нижняя часть губы или подбородок, вот они немножко дрожали. И вот меня тихонько нервопатолог подзывал и говорил, вот у этого человека первые признаки начала деменции. Вот такая диагностика. Первые признаки проявления деменции. Как начинается деменция? Начальные симптомы включают ухудшение памяти, снижение концентрации внимания, сложности с принятием решений, изменение в поведении, эмоциональном состоянии. Со временем заболевание прогрессирует, значительно осложняя повседневную жизнь. Поэтому, если вам исполнилось 60 лет, лучше пойти к семейному врачу, взять направление к нервопатологу и пройти у него осмотр. Вы будете спокойно тогда уже уверены, знать, в каком состоянии вы находитесь. Ну, желательно найти грамотного, опытного и честного нервопатолога. Методы диагностики деменции. Диагностика включает клиническое обследование, когнитивные тесты, лабораторные анализы, а также инструментальные исследования. Такие как МРТ или КТ головного мозга. Врачи оценивают общее состояние пациента и исключают другие возможные причины генитивных нарушений. Основные виды деменции, какие бывают? Сосудистая деменция чаще встречаются у пожилых людей и развиваются вследствие сосудистомозговых патологий. Выделяю два основных типа. Это частичная деменция, наиболее распространенная форма, характеризующаяся постепенным снижением внимания и памяти при сохранении критического мышления. И тотальная деменция, сопровождающая выраженным снижением интеллектуальных функций, потери способности логическим суждениям и отсутствием самокритики. Основные причины сосудистой деменции артериальная гипертония, церебральный атеросклероз и сахарный диабет. Старческая деменция часто развивается после повторных инсультов или выраженных сосудистых изменений в головном мозге. Как избежать деменции? Как лечить деменцию? И какое лекарство принимать при деменции? Такими вопросами задаются наши зрители нашего канала. Как предотвратить и лечить деменцию? Многие задаются вопросом, как предотвратить развитие деменции? Снижение риска возможно при здоровом образе жизни, сбалансированном питании, физической активности и контроле уровня сахара и давления. Одним из перспективных средств является литий-оранат. Пищевая добавка, помогающая профилактике деменции. При дозировке 1 мг можно достичь успехов. Исследования показали, что эта добавка может предотвращать развитие когнитивных расстройств, в том числе у молодых людей и пациентов, перенесших инсульт. Литий-оранат. Его применение. Литий-оранат изначально применял в Северной Италии для лечения эмоциональных расстройств. Его соли быстро выводятся из организма и обладают выраженным антисуицидным эффектом. Он используется для коррекции расстройств мышления, лечения биполярных расстройств и головных болей. Препарат улучшает психическое состояние, оказывая антидепрессивное и седативное действие без выраженной соторможенности. Рекомендации по приему и предостережения. Тезировка – это одна капсула в день. Один миллиграмм. Противопоказания. Индивидуальная непереносимость компонентов. И предупреждение. Перед применением рекомендуется консультация с врачом, особенно при беременности, кормлении грудью и наличии хронических заболеваний. БАД не является лекарственным средством. Интересные факты о долголетии. 47-летний предприниматель Брайан Джонсон, посвятивший свою жизнь изучению механизмов старения, следует строгому режиму, включающему прием лития-ароната. Он просыпается в 5 утра, принимает пищу в полдень и ложится спать в 20-30 вечера. Джонсон – один из самых исследуемых людей в мире. Его протокол «Благолетие» основан на научных данных. Если кому интересно, какие добавки принимает Брайан Джонсон в течение дня, напишите в комментариях, я сброшу ссылку. В этом списке есть лития-аронат. Хотите узнать больше о его методах? Пишите в комментариях, я оставлю ссылку на его сайт, на его список добавок. Берегите себя, будьте здоровы!